Всем привет, уважаемые любители хороших игр, с вами Северс и сегодня мы посмотрим на обновление игры Riftway and the Magic Revival. Вышел патчноут версии 0.7.66. Данный патчноут включает в себя, во-первых, это устранение ошибок в самой игре, а именно, что меня очень радует, устранили фатальную ошибку, которая была, с которой я столкнулся раза три, наверное, когда ты просто в какой-то момент игры, у тебя игра говорила крэш и все, и можно было начинать все заново, игра просто зависала и не шла никуда дальше. Это, наверное, самый главный плюс данного патчноута. Помимо этого, исправили ошибки журнала событий, там упорядочили сообщения, вот здесь сообщения, что-то с ними сделали, которые здесь возникают, они теперь стали в каком-то более логическом порядке, у них не было никаких ошибок, хотя, на мой взгляд, тоже до этого не было. Но это ладно. Нововведением в игре можно назвать сопровождение камеры персонажа, то есть, если мы выберем какого-нибудь персонажа, вот он у нас, и камера за ним топ-топ-топ-топ-топ-топ. Собственно, раньше такого не было. Назвать это прям существенным дополнением я не могу, но вот такую красоту наладили. Что касаемо боевого интерфейса, то здесь добавили такое новшество, как осуществление рейда напрямую из лагеря. То есть, мы находим наш лагерь, выбираем кнопочку рейд прямо здесь в лагере, указываем, куда мы хотим сходить. Например, мы хотим сходить вот сюда. Ставится отметка наподобие флага, который был раньше. И вот все наши отряды, которые находятся в лагере, они сначала собираются вместе, потом отдаётся как бы некий приказ автоматический. И вот они всей толпой начинают ехать сюда. При этом, ну, по какой-то странной причине они ни на кого не нападают, они просто сюда прилетают, покрутились и улетели обратно. По-моему, даже разведка даёт большего эффекта, чем вот их такой рейд. Ну, это как бы... Вот суть в том, чтобы просто собрать вот так толпу с лагеря и её просто отправить вот в какую-то конкретную точку. Они вот все в 8 из 8, все, кто были в лагере, прилетели сюда. Далее. Разработчики заявили о том, что произошло улучшение искусственного интеллекта. А именно, стали управлять мостами лучше и стали управлять золотом противники лучше. Насчёт мостов мне немножко непонятно, не вроде. До этого строили мосты весьма адекватно, по 20 мостов на одном острове не видел ни разу. А вот золотом ситуация может быть следующая. Возможно, противник, искусственный интеллект противника строил максимально быстро дома. А дома, как известно, имеют стоимость в день расходования средств на содержание. И, возможно, поэтому в определенный момент времени, просто заканчиваясь у противника золота, он ничего не мог сделать. Возможно, сейчас это поправили противники более грамотно строят дома, соответственно, прятят меньше золота, соответственно, больше нам сопротивляются. На что я очень надеюсь, что именно так и будет. Ну и в заключении хочется отметить, что разработчики сказали, что работают над мультиплеером и работают над компанией. Надеемся, мы их увидим в скором времени. Но очень бы этого хотелось всё-таки, хочется пройти компанию. Спасибо большое всем за внимание, играйте в хорошие игры, подписывайтесь на канал. И всего вам доброго! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...